Тюмени Его надо куда-то задвинуть Желательно за Урал Найдите мне блять такой город, где немцы его никогда нахуй не найдут Тюмень блять Тюмень Именно поэтому у нас сейчас в Тюмени самый высокий бронзовый памятник Ленина Включенный в реестр федерально охраняемых блять памятников культуры Фух, как не культурно Когда прошел слух, что Москва заберет проценты от добычи нефти и газа Наши говорят, давайте заебенем что-нибудь хотя бы что больше чем в Москве Блять и за полтора года в ебали самый большой театр в России Тюмень 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 У нас есть такой вот стул Распутина, посидев на котором пиздец растешь в карьерном росте моментально Вот, короче, посидите на этом стуле, рейтинги пиздец вашего канала блять зашкаливать будут Ребят, идем сидеть на стуле, чтобы рейтинги поднять Посмотрим сколько Сейчас у меня 320 тысяч подписчиков, посмотрим сколько станет После того, как я на стуле посижу На самом деле на этом стуле, на этом стуле сидел Собяни Его через два месяца забрали в Москву И с тех пор Эта легенда просто пиздец как разрослась по всей стране И после каждого фильма к нам едут на этот стул Если реально рейтинг вырастет блять Вы мне как-то дайте обратную связь Я буду рассказывать блять Канал на ютубе растет еще Короче говоря Смотрите какая фишка Распутин блять самый известный Наряду с Гагариным блять и Путиным Русский в мире В Соединенных Штатах Америки И в Европе Более 100 брендов с названием Распутин Во всех штатах есть блять Или ночные клубы, или водка, или пиво Распутин, или какая-нибудь хуйня Там он у них Russian Crazy Love Machine В 1978 году они его сделали просто поп звездой блять И все едут к нам и ждут Что им покажут какой-нибудь большой хуй Распутина в колбе блять Или еще что-нибудь в этом роде Но у нас его подают И я против этого Как святого старца Николай, Николай А как тебя найти вот если хотят Драбунин Набери Николай Драбунин Куча всякой хуйни выпадет Друзья, есть какие-то вопросы по Распутину? Если нет, ебанем дальше Я вам покажу ебеня Тюмени Такие ебеня ебенявские вообще За реку поедем Ну а впереди мы езжаем в такой британский квартал Ну у нас просто очень много работает сейчас из Европы людей Потому что совместных российско-европейских различных государств И американских в том числе в Тюмени есть Вот британцы, например, даже целую школу английскую построили Ну просто их слишком дохуя здесь Вот дом Лондон с левой стороны Я думал, ты в носу чуть Саш, ну не бахилы Потом уже все напишут, что я каблук Ребята, если чё я не каблук Сейчас я вам покажу одну из наших предоставленочательностей Это лаборатория, где нейрохирурги отрабатывают свои практические навыки на мульжах Вот сейчас у нас один из докторов нашего центра Он показывает вам вариант Вложение микросоюлистов анастомоза на искусственные артерии В некоторых случаях при заболевании мозга У человека необходимо оперативно мешать их на сосудах Вложение интроэкстрапрониальной анастомозы Работа очень тонкая Некоторые сосуды достигают диаметра 2-3 мм И чтобы отрабатывать навык, надо первоначально Отработать его на искусственных сосудах головного мозга А из чего они сделаны? Они сделаны из силифона Существует определенное заболевание головного мозга Которые требуют с помощью эндоскопа Это в реале будет то же самое Это боковой желудочек, видно сплетение головного мозга А то есть там настоящий мозг Ребята, всем привет из федерального центра нейрохирургии Еле выговорил это слово Сейчас я нахожусь за макетом настоящей головы человека В которой сделана дырка И я сейчас буду пытаться войти в третий желудочек А вы уже проводите операцию или так вы учите? Да, уже проводите Настя сейчас присутствует при операции на силиконовом Что там, забыл как называется, капилляре Но она учится еще только пока Настя, ну как ощущения? Потому что оно вот заканчивается, я поняла Настя, чувствуешь себя врачом? Это очень прикольно Примерно так, и Настя, если носки зашивает Ты же смотри, она крестиком похожа Ну смотри, как у человека получается Вот это она дает Тюментика Вообще ребята заострили внимание на том, что Часто по телевизору собираются всякие деньги Там на помощь ребенку Там на то и сё Они говорят, что у них есть весь материал То есть абсолютно любую операцию могут сделать на головном мозге бесплатно Поэтому, кто об этом не знал, вот такой есть центр в Тюмени Обращайтесь Кому 48 берете одежду, берете чепчики, бахилы, маски и бахилы Здравствуйте Здравствуйте Это наш Главный врач наш Наш лидер бессменный Альберт Акрамович Сфьянов Он потаял В основании этого центра Поддерживают его работу Человек огромной энергии Огромного энтузиазма Отличный администратор и отличный хирург Только в российской, но и с первого времени Без меня уже, да? Вот ребята, чтобы попасть в операционную Хотя там нет операции Нам нужно обязательно полностью переодеться То есть мы свою одежду снимаем Снимаем даже бахилы, в которых мы сюда зашли Надеваем такие повязки, шапки И мы готовы О, Настя тебя не узнал В сердце В сердце нашего центра это операционная Вы сейчас находитесь в одной операционной Со всем имеющимися оборудованием Теперь вкратце расскажу Самое главное стол операционный Многопрофильный и многофункциональный стол Который можно регулировать в различных положениях Чтобы пациенту при длительной нейрохирургической операции Было комфортно Нейрохирургические операции Они достаточно длительные Они занимают от 2 до 16-18 часов И за это время, чтобы пациент чувствовал себя комфортно Мы подбираем определенное положение Физиологичное Где он находится Непосредственно в процессе операции Стойка Физископическая стойка Которую я вам показывал В сенуниционном центре Здесь это настоящая стойка Непосредственно Которая выполняется Нейрохирургическое мышление Стойка нейронавигации Это GPS-ная или хирурга Практически Единицы клиник Могут похвастаться Наличием КТ Аппарата В операционной Да У нас их три Сейчас идет операция по Отключению Одного полушария Мозга Полностью У ребенка Страдающей эпилепсией Сейчас отключать Это избавляет его от пристыкан Обычно никак не Обычно Это сностранная паразит То есть в принципе Эпилепсия реально с помощью операции избавится? Или это зависит от того? Это не реально Это мы каждый день делаем Да? Это делается ежедневно А как же многие люди живут с эпилепсией Просто вы должны дать информацию людям о том, что есть Кроме того, что есть как бы общепринятые консервативные методы И хирургические методы Которые обладают очень хорошей эффективностью Вот сегодня мы проводили ребенку с эпилепсией Тоже с гемисферной С детского дома Вот там наш специалист специально приехал там Выявил этого пациента С ними обсудили с неврологами тактику И сегодня его пропилировали Каждый день приступы ежедневные Сегодня, сегодня у него приступов не будет в жизни Вообще Просто мы практикуем такую хуйню Вот нас кто устал, например, слушать экскурсию Мы останавливаем И он просто нахуй У нас самый богатый регион России Кроме, ну не считая Московской области Да? Московская область там отдельная Как бы это страна в нашей стране Вы на экскурсию? Да А хули вы опаздываете? Заходите быстрее Я так опаздываю Давайте, давайте Все Поедем У нас специфичная экскурсия Не пугайся нам Подумай, что гопников Попал, блядь, на сходку гопников тюменских Че ты нихуя не снимаешь? Я пока чуть-чуть А ты охуеваешь просто Я вообще куда попал, блядь Он сейчас скажет все Откройте, я выйду Блядь Поблевал нахуй дальше Ребята, мы приехали в ресторан Чум Всемирно известный Можно сказать Девизора здесь побывала Все дела Вот нас девушки встречают Здравствуйте Ой, у вас есть варенье из шишек? Есть Есть И тут эти плачки Пошли Пошли Опять Настюха что-то купить решила Знаешь, что тут варенье из шишки купили? Угу Смотрите, разреши Ребята, беглый обзор на еду Омоль Икра красная Черная Настойка Заморская Заморская Грибочки В общем Просто Им нереально все Ребята, это фирменное блюдо Чума Как еще лось Фирменное блюдо Как еще лось Это значит колбаски из оленины Это язык ягненка Это рулет из перепелки С кедровыми орешками И фаршированной Грибами Белыми Это строганина Из оленя Это брусника Какашки Я знала Она настаивается На плодах шиповника Тушится зверовой Добавляется Немного Заметь стакан Правильно Он холодный был Стерлядочка Настя, помнишь, я тебе такую приносила? Да И корочка черная Вы ставьте ее Ох, Настюха, хозяйка Ох, хозяйка Настя, теперь я не буду больше чистить рыбу после этого Нет Я, нет Подожди, стоп Стоп Строганину Вот из стерлядя Я буду делать Потому что я научусь печатать Вечно ты мажорные свои выкидываешь Карасей будешь чистить Акуней, плотвук Да А что вкуснее, на ваш взгляд Стерлядь или мусор Да Как сказать Здесь Я иду, иду Ненавижу Нельзя сказать, да? Нет Тут Вкусовые качества Совсем Совершенно разные Ребят, если у вас течет свина Я и не виноват Ооо, какая-то отличная вкус Круто А может и сразу Смотрите, какая подача оленя Смотрите, какая подача оленя Да, она так дыла Да Она так дыла Шикарно Ребят, угадайте, где оленя, а где косуля А вы когда будете жарить, вы почувствуете запах От горячего он весь аромат передаст Так, первое, что мы завариновали Это был олен Сама поступаем так же Скажу, что мы все сделали Ты же должна была делать Коды Тренировала Ну что, ребята, понеслась основное блюдо Мы приехали в европейский район Нам хотят показать, как можно все грамотно организовать Грамотно все застроить Хочу сразу заметить Время почти Так вот Девять двадцать пять Два Три парковочных места свободно То есть в Москве В это время вы нигде не припаркуетесь Ладно, не право У меня в районе всегда больше вылез Где? Где твой район? Я к тебе приеду В ДНХ В ДНХ так адрес называть точно? Сельскохозяйственная улица Так, ребят Ребят, дождите Сейчас будет такой челлендж Смотрите Девять двадцать Я приезжаю в девять двадцать Вот еще одно место освобождится Еще одно место освобождитесь Это удивительно нет? Это неудивительно Я на беговой живу Удивительно Я в шесть не могу ستFC запарковаться Ну в шесть правильно Потому что сейчас в шесть Москвичи еще на работе В шесть Ты живешь в том районе Где все люди работают Нет Я жил на Новокузнецке Я не мог запарковаться днем Потому что все места заняты Приезжаешь ночью пусто Приедь ко мне ночью Ты вообще У нас уже заблокируют машину Но я не приеду к тебе на машине ночью Дрождасти нам буду пить Нанимается, пользуется популярностью И вот здесь у нас проходило как раз кино под открытым небом На самом деле народу было очень много Потом очень много отзывов было со стороны жителей, что очень всем понравилось Давайте повторим еще раз Думали какой-то там митинг Собака с милицией приезжала Собака с милицией приезжала Три экипажа к нам подходила, спрашивала, что здесь такое творится Мы говорим, все нормально, ребят, это кино под открытым небом Для животных, для политики То есть они полностью на самом деле изменили рынок строительства Желевчины Обсудим! Мы приехали на горячие источники Смотрите, как здесь круто Играет музон, машин просто тьма И хотя ребята говорят, что сейчас не сезон Так, тут пенсионская какая-то тема Да, да Да? Это галочка Давай С выходом Кондрашок, мы вообще-то на себя танцуем Ребята, это Саня, он, короче, топ в путешествиях А Саня, ты знаешь, что? Как получились горячие источники? Знаю Как? Они пытались найти минералку, нашли нефть А, нет! Скорее нефть Все наоборот А, блин Пытались найти нефть А, блин Вот такой Санек путешествует Да Вот так внимательно, Саня, экскурсов Ну, зато вот я вот... Сань, ну скажи, как тебя впечатлил экскурсовод сегодняшний? Вот заебись экскурсовод, просто охуенный чувак Очень-очень круто отыграл Дело в том, что я очень не люблю экскурсоводов Все мои путешествия, это путешествия самостоятельные Я ненавижу гидов, музеи, какие-либо организованные экскурсовы Пакетные туры Да, это все полное правило Все правильно Вот Такой экскурсовод, он может сделать путешествие интересным Даже если вы едете на микроавтобусе и смотрите по сторонам и не выходите за этого автобуса В целом круто, но что-то оригинальное Добро пожаловать, горячие источники Вау! Вау! Поехали! Ты же как-то, по-ау! Во-рау! Поехали! Сите, как видите? Поехали! На российском языке! Стоит, как видите? Стоит! Стоит! Воих порただи на встрече! Поехали! Вау! Субтитры подогнал «Симон»